Всем привет! В сегодняшнем видео, вы знаете, как у меня, если честно, каждый раз дилемма, снимать ли вам какие-то такие, ну, повседневную мою жизнь. Я когда приезжаю к родителям, я как-то снимаю вот эту вот обыденную свою деревенскую жизнь. А когда почему-то заметила, приезжаю в Саратов, я это не снимаю, и я в основном снимаю, если я куда-то выхожу. А вот так вот в течение дня, чем я занимаюсь, там, что-то, ну, там, работу, специфику своей работы, там, ну, вообще вот такую обычную жизнь я в последнее время не снимаю. Вот, и я что-то не знаю, как-то, мне кажется, деревенскую жизнь как-то смотрит и как-то интереснее смотреть, а это, мне кажется, обычные такие дела бытовые, и мне каждый раз дилемма вообще, нужно это кому-то или нет. Так что, отзовите, нужно вам это или нет. Вот, а сейчас я, значит, позавтракала, завтрак вам не показала. У меня была гречка, что-то не помню, болеть что ли, надумала. У меня гречка оставалась, я два яйца пожарила, позавтракала я уже, сколько времени прошло? Позавтракала я встала в 12, потому что я в 4 вчера легла спать. Даже пол первого, наверное, и позавтракала я только в 2, как бы не 3 уже. Там вот солнце у нас за окном. Вот, смотрите, что, значит, я сейчас позавтракала, умылась, а ничего не нанесла. Какую линейку я сейчас использую? Использую. Я вам показывала реноваж, когда была у родителей, а потом приехала, думаю, не, реноваж я оставлю лучше на попозже, там, я не знаю, там, январь, февраль, какой-то месяц. То есть закончится вот эта вот линейка, а решила взять что пожирнее. И, девчонки, я в очередной раз пришла к выводу, что мне, наоборот, зимой нужно увлажнение. Не питание, а увлажнение. Вот это вот очень хорошая классная серия, она именно как раз для питания. И вот мне одна женщина, я помню, в чате в нашем продуктовом написала, что, ну, у нас, кто вот консультанты, у нас есть свои такие отдельные продуктовые чаты, где мы там пишем свои обзоры и так далее. Вот, она написала, мне не спасает эта линейка, мне не хватает, у меня сухая кожа, то есть мне не хватает этой серии. И я теперь поняла, почему этой серии не хватает, несмотря на то, что эта серия реально классная, крутая, но мне тоже ее не хватает. Вот, потому что мне, вот уже который год я убеждаюсь, мне на зиму нужно увлажнение, потому что вот это перепады температуры, зима, морозы и центральное отопление, и это все сильно сушивает мою кожу. То есть мне нужно вот что-то увлажняющее. Ну, естественно, я заказала, я это все добью. Единственное увлажнение буду добивать, ну, вот как бы вот такими вот масками. Такие тканевые маски есть, пептидные. Я тоже, когда была на них акция, заказала огромное количество их. Вот, причем этой маски, как я, хватает на два раза. С одного на другое буду прыгать. Здесь у меня такая перевалочная база, здесь у меня такой склад. Это вот моя комната, в которой никто не живет, это детская. И тут вот у меня наставлено все, какие-то пакеты, какие-то коробки, что нужно отснять. То есть я все здесь размещаю, чтобы у меня это не валялось по всей квартире. То есть если мне что-то нужно, как бы мешается, мне я сюда складирую. Вот, вот не знаю. Вот, что я вам хотела-то сказать. А вот следующий, после января, будет каталог. И в каталоге будут вот эти вот маски по 90... Сейчас я вам покажу рублей. Перелистнула. Что такое-то? Ой, не хочет искаться. Бывает такое вот, когда надо, когда не надо, вот находится. Когда надо... Вот, смотрите, по 99 рублей. А со скидкой они там еще дешевле будут. Вот. И я хочу набрать себе вот таких вот. То есть у меня... По идее, можно набрать все. Антивозрастная молодость, я смотрю, гранат. Вот, так-то по идее, по-хорошему, их бы каждый набрать. Но в основном я сделаю упор вот на этой увлажняющей преображение. Потому что она с гиалуронкой. Мне не хватает зимой увлажнения. И пока они будут со скидкой, я наберу, ну, штук 10, как бы не меньше. Вот, чтобы у меня они были. Причем они, знаете, как это сказать, они многоразовые. То есть их... Да что ж такое-то? Их можно использовать дважды. Вот. А это вообще у меня сумка, девчонки, с заказом Фаберлик. С заказом Фаберлик. Сейчас такой вот рукой возьму. Сухой. Это у меня очень красивого цвета. Мне так понравилось. Мне в последнее время нравятся бежевые оттенки. Кофейные, мока, шоколад. Не знаю. Я прям что-то так вообще вперлась в эти цвета. Я заказала вот такую себе водолазку из рельефного трикотажа. Люблю эти водолазки. Это уже будет, наверное, моя пятая... Не, наверное, а точно пятая по счету. Она вот здесь вот с таким вот начосиком внутри. Идеальная для меня, для зимы. И вот эта вот коробка мне нужно на свой первый канал снять обзоры. Обзоры тут у меня, по-моему, три заказа. Тут маме я заказала, кстати, из рельефного трикотажа. А тем более я вообще делаю 100 баллов. В общем, я вам покажу. Я делаю 100 баллов. И вот эти водолазки мне вообще обходятся со скидкой 70%. То есть там в Фаберлик есть программа, VIP-программа. Если делаешь 100 баллов, то ты становишься VIP-участником. У тебя есть возможность заказывать со скидкой 70%. Ну, там, в зависимости от того, на каком ты уровне находишься. Либо два товара со скидкой 70%, либо четыре аж товара со скидкой 70%. И я набираю вот этих вот... Маме я взяла бордового цвета. А вот себе коричневого, коричневый меланж. Очень красивый цвет. Такой вот прям, знаете, он без... Холодный именно коричневый меланж. Без рыжего, без коричневого такого подтона. А маме я взяла бордового цвета. Но я вообще себе хочу все цвета, которые есть из рельефного трикотажа. Все хочу себе эти водолазки. Потому что они мне так нравятся. Я в таком восторге от них. И тут вот мне нужно как раз перелопатить весь вот этот вот... То есть у меня тут три заказа. Мне нужно отснять. Это на свой... На свой первый канал. Который с распаковками у меня. Так. И вот что касается вот этого вот крема. То есть линейка очень хорошая. Она 7 дней. За 7 дней восстанавливает... Как бы приводит по кожу в молодое состояние. Но мне зимой... И я, кстати, что сейчас за кремом-то пришла? Я хотела маску вообще нанести. Но я вам покажу. Это вот, по-моему, даже маска. Да, маска. Она, знаете, как масло такая. Она прям густющая. Густющая, как масло. Ее 2-3 раза в неделю нужно наносить. Сейчас я вам покажу. Это у нас лифтинг ночной крем. Очень хорошая такая приятная бальзамовая консистенция у него. Вот такая очень крутая консистенция у него. А вот летний, ой, летний дневной крем, он пожирнее, поплотнее, чем ночной. Потому что у него там есть SPF 15. И поэтому все, которые крема с SPF 15, они все равно более-таки плотные. И выступают даже как типа замазка. Это вот вся линейка One Week Miracle. То есть результат за одну неделю называется. То есть кожа, хороший состав, там пептиды. Вот кто любит пептидную косметику, уходовую. И в этой же линейке еще есть сыворотка для лица и крем для глаз. А, вот еще патч в этой линейке или не в этой. Да, тоже в этой линейке. Вот у меня вся линейка. И вообще, если я что-то покупаю, то есть я никогда не покупаю из серии что-то одно. Если я заказываю, я заказываю серию целиком. Потому что компоненты друг на друга воздействуют с энергетическим эффектом. То есть они накладываются друг на друга. И, соответственно, эффект будет от использования всех средств гораздо лучше, чем если пользоваться одним средством. Поэтому если я беру, я заказываю все подряд. Это вот мой уход. Потому что тоже спрашивают про мой уход. Чем ты пользуешься? Реноваж я пока отложила, ну вот как закончится. У меня вот эта линейка, я, если честно, в последнее время пользуюсь очень интенсивно. То есть я прям и на шею наношу. Если я раньше экономила, то сейчас я вообще не экономлю. Я прям толстым слоем на лицо, на шею. Вот. Короче, не жалею средства. Сейчас я вот все-таки вот эту вот маску на лицо. Она одна там штука, но я отжимаю, потом кладу туда и на следующий день использую повторно эту же самую маску. То есть у меня такое два раза подряд получается уход. В холодильник кладу два раза уход. Подряд в уход. Ну, два раза я одной и той же маской пользуюсь. Как не сформулирую. Вот. Так что вот такие вот дела. И сейчас я пособираюсь работать. Вот эти маску положу и пойду. На первую шагу прям чувствуешь, кожа какая-то сухобатая. Потому что мне все равно требуется увлажнение. Я наконец-таки в очередной раз убедилась, что мне зимой нужно увлажнение и не питание. Вот я такая красавица. И там посмотрите, сколько еще осталось влаги. Просто посмотрите, сколько осталось. Ну, не влаги, это концентрат вот этот вот. И маски, почему они такие дорогие, ну, чем крем брать. Потому что это высококонцентрированный продукт. То есть там прям вот. Ну, вот прям там все. Ну, то есть концентрация всяких вот этих вот веществ гораздо выше, чем в креме. Ну, тут можете почитать. Чего, для чего. Пептидная косметика. Это типа сейчас и БАДА пептидный есть, и косметику. Такие последние разработки. Мне так нравятся губы, девчонки. Как у меня губы получились. Сейчас вы все равно не увидите. Очень красивая форма. Очень натуральненько получилось. Красиво. Нет вот этих вот вычурных, вот этих вот перекачанных губ. Я вообще в диком восторге. Ну, ладно, по-хорошему нужно принимать горизонтальное положение, когда ты наносишь подобного рода маски. Но мне нужно поработать. Поэтому я сейчас, я покажу, что я делаю. Может быть, для кого-то будет интересно. Ну, я не знаю, будет ли для кого-то интересно. Но пока я работаю в Фоберлик, покажу свою специфику работы. Вот. И если вам консультация какая-то нужна, если вы еще не зарегистрированы, и у вас нет своего наставника, вот, то я консультирую. Консультирую, если без наставника, если вы не консультант, консультирую, помогаю. Вот. И буду вашим таким менеджером, помощником по всем вопросам. Все ссылки на мои соцсети есть в описании к этому видео. Какая погода замечательная на улице. Солнце светит. И у меня вот там паломничество. Сейчас отойду. Смотрите, огромное количество машин. И куча просто людей. Вы посмотрите просто, как тараканы. А у меня, к сожалению, здесь нету куртки. Я вот привезу январь, февраль еще у нас застану снежные. У меня есть таблетка. Я купила даже таблетку, но у меня нету куртки подходящей. Коротенькая должна быть курточка, чтобы можно было кататься. Ну, можно и белую одеть куртку, ну, мне не так удобно и мне жарко. А вот. Ну, слушайте, мне кажется, впервые вообще за столько времени здесь люди. И завтра, по-моему, даже потепление будет. Ну, завтра надо выйти мне покататься. Завтра никого не будет. Видите, тут прям просто, можно сказать, курорт горнолыжный. Со всех, наверное, концов Энгельса приезжают. Властей со всех. Жанки, сижу сейчас на кухне кайфушничаю, ем мороженое баунти и пью кофе с кокосовым молоком. К работе полноценно я еще так и не приступила. Это смех и грех. Пока, короче, соберешься работать, уже весь день проходит. Вот. Но я так потихоньку то видео выпустила, загрузила. То есть, это кажется, что я не работаю. Ну, как бы я просто так не сижу, как бы. Вот только присела кофе попить. Потому что немножко, чтобы забодриться. А так, я то видеоролики размещала на канале, то работаю через социальные сети, в WhatsApp, в Телеграме. Ну, то есть, все равно провожу работу. Она просто, знаете, такая невидимая. То есть, то, что запланировала, я сегодня не сделала. А то, что не запланировала, сделала. И это, как бы, тоже все равно часть работы. И, значит, часть работы сетевика, часть работы блогера. Она, знаете, вроде бы, как бы, ты особо ее не ощущаешь, но на это уходит весь день. Не знаю, сяду я сегодня со списком, и работать или нет. Но хотя бы на часочек посижу по работе. Хотя бы шаблоны составлю. Вот, все равно что-то нужно сделать. Но вот пока вот решил словить релакс. Релакс, ну, релакс, ну, немножечко. Реченочки мои списки. Не могу, естественно, вам показать, там, фамилии, номера. Потому что это информация. И вот это вот надо мне... Ах, тут, по-моему, сколько? 16 минус 23. 6 страниц мне нужно обработать. То есть восстановили... Сейчас скажу вам. Вот восстановили огромное количество консультантов, которые были ранее зарегистрированы в Фоберлик. И вот мне сейчас с ними нужно... Начислили всем 300 рублей. И вот мне с ними нужно сейчас теперь связаться, рассказать об акции, отвечать на вопросы. Но это очень долгая работа. Вот. И займет, наверное, неделю. И сейчас у меня 17 декабря. Я не знаю, успею ли я до Нового года. Потому что сейчас каждый занят, там, подарками, украшениями, там, ну, прочими-прочими делами. И кому-то даже, может быть, там, не до Фоберлик. И поэтому... Ну, это такая, знаете, долгая работа. Хорошо, что восстановили их до 23 января. То есть можно даже после Нового года поработать с консультантами. Потому что мне не только со своими нужно работать. А вот я сейчас прористываю свою структуру. И, видите, тут у моих консультантов, кто раньше кого-то регистрировал, тоже восстановили консультантов. И навряд ли кто-то будет с ними работать. И работать буду я. То есть связывается. Так что вот, ну, просто показываю вам. Я редко как-то что-то рассказываю. И рассказывала когда-либо. Вообще, в чем заключается моя работа в Фоберлик. Чем я занимаюсь. Ну, вот сейчас как бы отчасти я вам рассказываю. Вот. Буду немножко посвящать вам вас. Потому что не всем даже понятно, что такое сетевой маркетинг. С чем он там связан, с чем не связан. Вот. Что вообще-то он там делать. Может быть, это даже кому-то поможет из сторонних. Ну, не моих консультантов, не из моей структуры. Но хотя бы будет понятно принцип. Там, что делать-то самим. Потому что у кого-то там нет наставников. Кто-то не общается с наставниками. У кого-то наставники ничего в этом не понимают. Потому что просто обычные покупатели. Ну, вот вам немножечко так буду рассказывать о своем. Ну, то есть кухне. Внутренняя кухня Фоберлик. Вот я сейчас этим буду заниматься. Елка у меня до сих пор не украшенная. Стоит. Не знаю, когда у меня до нее руки дойдут. Мне хотя бы на этой неделе. Ну, хотя бы украсть елку. Я уж молчу об украшении квартиры. Потому что через неделю я вообще уезжаю. Нужно ли мне это украшение будет. Ну, как-то так. Но как есть. Как есть.